Сегодняшний спикер это фотограф путешественник, который известен работами в жанре travel through photo со специализацией на странах Азии. Также он автор книг, фотоальбомов и фотовыставок о странах Юго-Восточной Азии Сергей Калачук. Ваши аплодисменты, друзья, я передаю слово. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня какой-то такой холодный день, и еще пока народ не проснулся, я выпил кофе. Я как-то явно сподрился. Я думаю, что, ну, попробую немножечко тоже разбудить в вас интерес к Индонезии и к тому, что там происходит. Это вообще уникальная страна, и вот я ее очень люблю, много раз там бывал, ездил в разные ее регионы, и вот как результат моей деятельности, это вот. Я поставил. Это книжка. Индонезия. Территория вековых традиций. Это большая работа и книжкой я занимался практически, наверное, три года, последние три года. А вообще у меня довольно много разных книг по Юго-Восточной Азии. Вот еще одна из них вот я принес показать. Это вот Лаос такая книжка. А вообще у меня есть книжки про Сингапур, Брунэй, Мьямму и что еще. Ну вот, это пятая книжка в серии книг о странах Юго-Восточной Азии. Ну, чтобы понять вообще состояние проекта, я хотел вначале показать то, как мы его показывали в Москве, и вообще, как он показывается в Москве. Это презентация проекта Индонезии «Территория вековых традиций» произошла 29 мая. Это музей Востока, вместе с которым делался этот проект. И вот здесь на фото, после Виктор Сумский, это директор Центра ОСИА, дальше я, дальше посол Индонезии в России в Афиге-реприятии, и Наталья Гожева, это редактор этой книжки и сотрудник Музея Востока, занимающийся Юго-Восточной Азией. И дальше мы стали показывать, это вот в дворике Музея Востока, выставка, небольшая выставка, открытие выставки. Вот у меня показ идет большими фотографиями, уличными фотографиями, вот, а это уже показ, показ, вот здесь была выставка, напротив этого павильона 57-го в июле этого года. Это тоже в афиге-реприятие по слову Индонезии, и вот это открытие выставки. И вот выставка стояла здесь, напротив павильона, практически месяц. Это вот такие большие фотографии, на которых вот ты подходишь, делаешь селфи, огромное количество селфи, и вот это ВДНХ. Вот так, вот так оно, дождь, мы глядем. Дальше был 2-4 августа, был фестиваль Индонезии в парке Красная Бресня. Там тоже присутствовала, это моя выставка, Индонезия, территория видовых традиций. Вот такие фотографии. А это Санкт-Петербург, Александровский сад. Вот сейчас выставка находится в Александровском саду Санкт-Петербурга. На правду, это Адмиралтейство. И вот на аллее Александровского сада стоит сейчас в выставке Индонезии. Вот, если видите, вот Эрмитаж, вот здесь вот просвечивание чуть-чуть, Дверсовая площадь. Это самый центр Петербурга, и во вторник мы ее оттуда заберем. И вот еще одно, это я вернулся сейчас из Жакарты. Это мы презентовали эту книжку в Жакарте, в Российском доме науки и техники. Это директор Российской доме науки и техники. Это директор Российской доме науки и техники в Жакарте. Это посол России в Индонезии Любея Голубева Роменова. Она презентовала этот проект. Ну и дальше там собралась довольно-таки большая аудитория. Вот мы показывали, ну там что-то маленькая выставка. Все, это что касается выстроечной деятельности. Поэтому, ну как бы, в мое понимание, что вот этот проект, который сейчас я вам показываю, это, ну, наверное, какого проекта по Индонезии, ну, нет точно в России. И, как бы, надеюсь, мне кажется, что он уникален и для всего мира. Вот, ну, а как бы, это вот какая-то презентация проекта и какой-то рассказ о том, что я делаю. А дальше уже, вот, Индонезия знает, не знает огромное-огромное количество. Это самая большая страна Южно-Восточной Азии. Это, там, 16 тысяч или больше островов. Это 260 миллионов населения. И вот, в связи с тем, что в течение долгих лет все эти острова были, ну, как бы, насильно серединины между собой, то, в общем-то, остались еще очень интересные традиции, интересные ритуалы на всех этих островах. Ну, у нас, как бы, если спрашиваешь российского человека, что такое Индонезия, он, ну, наверное, скажет, что это Бали. Ну, действительно, вот Бали, оно вот здесь вот есть. И туда сейчас удобно летать. Есть прямой рейс из Москвы к России, там, 12,5-13 часов. И ты, Джаган, в Денбассари. И дальше ты можешь отсюда куда-либо дальше бегать на эти острова. Ну, в общем-то, если у человека очень небольшой отпуск, например, там, пару недель, то, конечно, куда-то сильно далеко не набираются. Но, в общем-то, огромное количество разных территорий, которые можно посещать. И вот, ну, так, пять главных островов, говорилось, Суматра, Ява, Калимантан, Сулавеси и Бакуал, которые делись с Бакуалова и Генеи. Ну, вот все эти территории, как бы, я объехал практически, ну, не могу сказать, что можно объехать целиком Индонезию, невозможно. Но довольно большое количество мест мне удалось объехать. И вот сейчас то, что я планирую делать, это презентацию делать на, как бы, на базе вот моей книжки, верстки-верстки книги. Потому что, ну, кто-то ее посмотрит, кто-то не посмотрит. Ну, это вот заглавная фотография. Фотография – это на Сумбе, вот ритуал здоровья, приветствия на Сумбе, люди здороваются на Сумбе. И это реально так оно и есть. И вот приходят беременные где-то, и вот начинают первое, что здороваться. Вот, ну, как бы, я планирую, что вот это будет история для людей, для фотографов, которые хотят найти какие-то, ну, интересные сюжеты для фотосъемки. Ну, в общем-то, немножечко, так сказать, моя тема, она выпадает из, как бы, основной темы золотой черепахи природы. Но, в общем-то, это такая же фотография, только я специализируюсь на различных событиях, которые происходят в разных частях округа, и сейчас Индонезии, ну, и мира. Ну, первое, что у меня в книжке рассказывается, это о различных праздниках. То есть, когда ты попадаешь на праздник какой-то, ты, ну, это добавляет тебе, как бы, твоего впечатления о месте, которое ты посещаешь. Потому что ты видишь реальную активность людей, ты видишь людей. Вот это вот, первый, это день независимости 17 августа в Индонезии. Вот порт празднуется во всем, во всех регионах Индонезии. Совершенно, там есть официальные части, есть неофициальные части. Второй праздник, это Ильдумфитри, это, как, вот, сам Батвайбар, это вот конец месяца Рамадана. Ну, в Индонезии, вы знаете, это мусульманская страна с самым большим количеством мусульман, которые живут в одной стране. То есть, 200 миллионов, где в процентах 80, это мусульмане. Причем, ну, как бы, ты находишься среди них, в общем, не чувствуешь себя, что это как-то плохо. Вот это, снято город Палу, вот, ну, то есть, это небольшой город на Сулавесе. Ну, как бы, для меня немножечко эти фотографии выглядят, ну, хронически, потому что это съемка 17-го года. А в 18-м году, в этом городе Палу, было мощнейшее цунами и погибло там десятки тысяч людей. Одно из вот самых больших, как бы, потерь Индонезии стоит в этот период. И в 18-м году, я думаю, что довольно много из людей, которые на эти фотографии, в общем-то, наверное, уже, может быть, и нет. Дальше, вот еще, наверное, многие, кто интересен музыканты Индонезии, знают храм Бурабуду. Это один из самых известных в мире буддийских храмов. Ну, я там был несколько раз, а это празднование праздника Бейса в храме Бурабуду. Это день рождения, день смерти Будды. И буддисты, и гаджидисты буддисты, и с разных других стран приезжают именно, вот именно на праздник Миссан. И это он празднуется, там, в конец мая, начало июня. И Бог бегут, совершенно там интересные такие события, запуск воздушных фонариков. А вообще храм, конечно, уникальный, и там пролежал, сколько-то, пять веков под пеком от вулкана Виан-Мерапия. И его раскопали голландцы, там разграбили, но это уже другая история, не ко мне. Вот это праздник Галумгам, индуйский праздник Дабаил. Тоже интересные очень ритуалы, традиции. Дальше вот следующая глава рассказывает, как бы, она называется обряды жизненного цикла, но она рассказывает, как бы, о тех событиях, которые происходят в жизни семьи. Ну, что такое это рождение, это свадьба, это украде. Основное, что есть в каждой семье. Ну, это вот такой обряд присвоения имени ребенку. Интересно, как бы, ребенку называется его имя, дальше он как бы отдается в грудь матери, и дальше, если ребенок принимает, значит, имя основных оставляется. Если нет, то, как бы, придумывается другое. Это вот несколько свадебных церемоний, это гарантала Северных Сулавеси. Ну, чтобы, так вот, давайте я чуть-чуть отвлекусь вот в то, что мы увидели. Вот это город Паданка, вот здесь вот Паданка находится, здесь вот был снят День независимости, вот Павлов, вот город Павлов был Идул-Питри, снят это Бейсак, Барбудур вот здесь находится, и Сулавеси, вот сейчас свадебная церемония, гарантала, это вот Северный Сулавеси, то, что вот сейчас я показываю свадьбу. Это одна свадьба. Ну, и интересные еще ритуалы, свадьбы идут несколько дней, там целые серии каких-то разных событий, которые происходят, там, типа, сватовство, и дальше там идут какие-то молитвенные вещи, и дальше танцы, вот танцы, сорок, танцы, там, пущие танцы во время свадьбы, тоже мне, как бы, удалось потанцевать, предложили. А это, это свадьба, а, это тоже гарантала, вот, вот левая фотография, вот, где девушка, это не невеста, это, вот, девушка, младшая в семье, достигшая, как бы, уже зрелости, и вот человек, вот это, вот, как бы, официальное лицо, вот минут, наверное, 30 или 40, микрофон рассказывал ей что-то о свадебной жизни, как бы, о семейной жизни, и давал периодически ей, как бы, микрофон, чтобы она сказала какие-то слова, и вот, глаза девочки, если вы видите, это просто вот, вот, на самом деле, вот это вот, вот она была настолько утилина, и, мне кажется, после такой церемонии, уже и замуж, или захочется, а самое главное, что на улице человек 150 гостей, которые слушают все это дело, и вот, те слова, которые говорят этой девушке, ну, это вот, это тоже, сломись, это, 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 это уже свадьба на Суматру, я так быстро проскочу, вот, это Голобатаков, тоже Суматра, ну, а теперь пошли к последней части жизни семейной, это различные похоронные церемонии, это Тараджа, наверное, просто вы слышали, это, так очень интересные ритуалы, связанные с погребением, скальным погребением, когда для, ну, вот, в таких скалах идет погребение людей, и у каждой семьи своя, как бы, вот, такой вот пещера, в которую кладутся тела, и для того, чтобы черт похоронить, там целые ритуальные церемонии, связанные с ритуальным принесением жертвы свиней, гуков, ну, и приблизительно, и вот рога этих ритуальных животных, гуков, они вывешиваются на домах, две деревня, а это специальный рынок, специальный рынок, на котором продают этих ритуальных, гуков для ритуальных церемоний. Это Сумба, остров Сумба, чтобы понимать, вот Тараджа находится, вот, Суловеси, вот здесь приблизительно, остров Сумба находится вот здесь, тоже вот такой, там очень интересные, интересные ритуалы, и связанные, ну, и в частности, связанные с элементами галактической культуры, когда захоронение происходит вот в таких вот гробницах, вот, такие гробницы, стоят деревни, состоятся там из домов, и гробницы, в эти гробницы захоранивают, вот, захоранивают, вкладывают тело людей, и это происходит и вот, не только вот раньше, но и сейчас, правда, сейчас эти гробницы, раньше летелся были из камней, сейчас это делают из глобов, таких вот каменных глобов, это вот традиционная деревня на Сумбе, и вот здесь у меня как бы история, связанная с плитом Харона, ну, так, довольно, там, порядка 400 гостей было, вот здесь вот приводят бойволов, приходят, приходят семьи и приносят подарки, в частности, приводят бойволов, которые потом вот ритуально убивают, и вот, хотя это совершенно они близкие ритуалы, но при этом католические священники минут на 30-40 читают, читают, ну, молитвы, перед макаронами, это вот были ритуально убитые свиньи, и дальше их вот опаливают, вот, а дальше вот начинают убивать этих быков, ну, то есть такая довольно, ну, не скажем так, не очень приятная церемония, и дальше последний момент, вот этот вот гроб сусопши, сусопши, проносит через вот души животных этих, и вот, это делается и сейчас, это вот еще одна история, это уже бакуана, это вот, бакуана, вообще, кремация, но нет, только особо важных людей, их мурифицировать, причем мурифицировать, причем высушивание тела на, как бы, в дыму, это вот такая мумия, а это вот фотография женщина, это вот, 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 вот эта фотография, это, вот, вот, вот видите, фаланги пальцев, обрезанные фаланги пальцев, то есть, если кто-то в семье умирает от близких родственников, и женщины, муанские женщины, иногда отрубают себе сами фаланги пальцев, вот, а это поле, на которые народ едет, это деревня Трунян, здесь очень тоже интересный объект, говорят погребения, это вот, как бы, тела выкладываются просто под дерево, они лежат, там, один из мест для погребения, и дальше, когда приходит новое тело, старое тело убирается, череп подкладывается в отдельную, вот, кучку, вот эту вот, а тело выразилось в такую большую, большую кучу, и, как бы, она практически как мусорная куча, ну, то есть, люди, которые приезжают на Бали, обычно туда не доезжают, но, в принципе, в Балерии в Балерии но теперь дальше некоторые ритуалы, которые сохранились в различных индонезийских селениях.